что страх — это дух. Вы понимаете, да? Библия его означает как дух. Не просто тебя там напугали. То, что тебя напугали, — это твоя, естественно, реакция твоего тела. Но страх — это субстанция. Страх — это дух. Он приходит, он уходит, с ним можно разобраться. Люди живут с ним, с ним можно абсолютно не жить. То есть страх — это дух. Вы знаете, Библия говорит во 2 Тимофею 1.7. 2 Тимофею 1.7. «Ибо Бог даровал нам не дух страха». Аймен? Очень известное место из Библии. Не дух страха, а дух силы, любви и самообладания. Я понимаю, в других периодах целомудрие. А кто тебе знает, что такое целомудрие? Целая мудрость. Поэтому, когда идешь в оригинал, там написано «самообладание». Немножко конкретней. Иди вешайся. Другими словами, страх тебя доводит до самоубийства. И некоторые люди так и доходят туда. Поэтому о чем я говорю. А самое интересное, что ничего там не было такого опасного, ничего не было ужасного. Просто нужно было пройти через этот момент, выучить свои уроки и никогда не поддаваться. Но человек не выдержал. Мы поговорили с кем-то, и теперь я боюсь, потому что я не знаю, почему я боюсь. Потому что он боится. Он в шоке, я в шоке. Я не знаю, что он в шоке, но я в шоке от того, что он в шоке. И мы все в шоке. Потом я призвал домашнюю группу, и все теперь в шоке. Мы чай даже пить не можем, настолько шок пришел на домашнюю группу. Дорогие мои, что это? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!